Господи, я прошу Прояснилось сознание, что в этот миг, посоветовавшись с верою, выразил я свои желания Славного города Селидово, Донецкая область А Селидово сейчас в АТО или нет? Да, ну это прям под Донецком, несколько километров от Донецка Женился И уже где-то года полтора живу в Житомирской области Село Николаевка, Кучинского района Доча у меня родилась, вот ей 23 числа исполнился годик Очень уж хочется, чтоб помудрели бы, чтобы детей воспитали бы правильно Чтоб смылись их не все мечты, чтоб свою жизнь они прожили правильно Нет, не прошу для них, манны небесной Пусть добиваются в жизни всего сами Только чтоб жизнь свою прожили честно И не видали того, что видали мы Из Селидово у меня осталось еще двое детей Старший сын и средняя дочь Все друзья, которые остались здесь, в Донецкой области То есть я их фактически потерял Они мне написали в интернете, что свидатель и тому подобное Пошел против матерей, против своей матери У меня там же мать, сестра Против своей матери, против своих детей Я им пытался объяснить, что я не против них Я за Украину То есть, чтоб мы все были едины Не делить, не отделяться Я написал им, что я не гражданин области Я подданный Украине И менять в один день свою родину на другую Какую мне там захотелось Какую мне сейчас бы удобнее было в данный момент Я считаю, что это неправильно Вот это предательство Я тоже долго думал это Для меня было тяжелым решением Идти в Донецкую область именно в таком качестве В качестве гвардейца идти с оружием Но... Ты знаешь, против кого ты идешь? Да Кто эти люди так? Это не наши люди То есть, не такие вот, как я Как мои друзья, как мои кумовья Это люди прежде, которые за деньги Пытаются, ну, пытаются здесь заработать денег Грубо говоря На нашей войне Которая уже, я не считаю, это антитеррористическая операция Террористом, там, такое Это прямая война И довольно жестокая Не показывай, так же называешь мы Войти на это я и своим односельчанам это объяснял Они мне, как говорили, у тебя же семья, у тебя же дети И я же им сказал, вот именно поэтому я и иду Для того, чтобы мои дети выросли в нормальной стране И не совершали эти жестокие вещи, которые приходится совершать нам Война всегда жестока, как бы ее не назови, там, антитеррористская операция или что-то, что-то такое Это всегда жестокое Убийство вообще нельзя ничем оправдать Но иногда это приходится делать А понимают серьезность и глубину руководители операции? Нет, я не думаю, что они понимают И судя по тем приказам, которые здесь отдаются Или даже не так По приказам, которые не отдаются Они вообще не понимают, что мы здесь делаем Мы вот сейчас, сидя здесь, с каждым днем Это будет плюс к нашим потерям Рано или поздно это придется все заканчивать Это все знают Ну, не будет такого, как бы Мы здесь постояли, постреляли Ребята там сказали Ой, извините, мы ошиблись Оружие, если шел в том вкладе А мы пошли, короче, по своим делам Нет, этого не будет Естественно, что-то будет Как-то это надо будет прекращать Но вот тогда это будет С каждым днем они все больше окапываются Все больше бетонируются И в конце концов Это будет приводить к большим потерям С обеих сторон И самое обидное То, что там действительно мирные жители Вот мы, придя сюда Еще, я не знаю Не было у нас ни одного в батальоне инцидента Чтобы мы начинали стрелять первым То есть стреляем людей Только тех, которые перед этим выстрелят у нас Когда мы пришли в штаб АТО Нам сказали про три наших принципа Как мы должны служить Первый, это прежде всего Мирные граждане Второй, это твой друг А третий, это уже твоя жизнь То есть тебя ставить на последнее место На первом месте мирные граждане Мы пытаемся, как можем Те, которые люди ближе к нам Которые больше проходят через нас блокпост Общаются Они уже больше к Украине Они понимают Да, ребята, это не те, которые там расписывают Фашисты, бандеровцы и все Они всегда уважительные и тому подобное Нас большинство поддерживают именно те города И населенные пункты Где пришла так называемая российская помощь Когда они увидели, что за люди пришли Это не российская армия Это простые наемники, которым мы, в принципе Ну пополам Им с Донецка ты, с Житомира Ты хохол А хохол, это Малороссия Такое, что-то отставшее И те уже люди сейчас за нас Потому что они увидели разницу Между этими наемниками Между теми гвардейцами Вот, например, как мы пришли Мы же не за деньги пришли Назови главную причину, по которой мы победим в этой войне Главная причина Потому что это наша земля Это главная причина И Украина И наши предки, казаки За каждый вот такой вот клочочек бились А отдать одну, там, четвертую страны Мы никогда не отбили Да и Крым мы вернем рано или позже Это точно Это я вам говорю, как потомок старой-старой ведьмы Знаете, пацаны, о чем я подумал? Я вот сейчас смотрю на вот этот вот город Ну, этот город, в принципе, это моя родина Очень много лет и очень много друзей И бывшая жена моя отсюда Я с ней здесь познакомился И дочка до последних событий здесь жила Молдов прошла Вот, и здесь моя церковь Вот И я вот сейчас смотрю и реально понимаю То, что, ну, скоро этого города не будет Ну, в первоначальном смысле этого слова Он будет разбит Это бы, конечно, мне, ну, на душе не очень легко Я понимаю, что по-другому нельзя И боевую задачу мы не выполним по-другому Что это сейчас не города, укрепроем Но его не будет, прежнего Славянска уже не будет Об этом дочка моя плачет А мне не приятно Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!